МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда началось трагическое условие для Советского Союза, это когда немец приближался к Москве, мы были тревожие. И я, комсомолец, попросился в военкомате, чтобы добровольно ехать. Первый бой у нас принял 23. августа 1944 года. 23. августа. Тогда было боевое крещение нашего полка, 88. полка. 88. полка и 144. полка. Боевое крещение приняли 23. августа. После некоторой подготовки наших, нас отправили в бой. Наши мы были винтовками, а немцы были автоматами, пулеметами, буквально-полибельными пулеметами. У них пули разрубные. Если сюда попадет пуля, то это летит. Если сюда попадет, это так. Это разрубная пуля у них. А у нас разрубной пули не было. А у них все разрубное. Говорили, говорили, что будем всенародной конвенцией запрещено стрелять разрубной пулей. Там находился почти на передовой 3 года. Мы освобождали южные районы Псковской области. Город Великие Луки, город Невель. Потом мы перешли в Северную Белоруссию. Освобождали Полос, Новополос. После этого от Северной Белоруссии мы перешли в Прибалтику. Мы освобождали много городов при Белоруссии. Таких людей уже не так много среди нас. Они, давно выполнив свой долг, постепенно уходят. Стройной колонной, вслед за теми, кто обрел бессмертие сам и сделал счастливыми других. Они защищали родину в годы Великой Отечественной войны. Фронтовики и теперь несут на своих плечах ответственность за родную землю, за своих детей и внуков. Их мудрость и сила Духа помогает и вдохновляет нас и поможет тем, кому выпадет честь служить Богу и Отечеству. Я закончила пятый класс. Было очень жаркое лето. 37 градусов жары было. В городе не было радио. Радио было по улицам, на столбах, раструб. И вот напротив 14-й школы до сих пор стоит деревянный двухэтажный дом. Вот около этого дома был этот столб. И я посмотрела, люди стали собираться, и я туда пришла. Во 12 часов дня объявили, что началась война. Стало очень страшно. Холодно в этот жаркий день. Вообще ужасное состояние. И поэтому вот наше детство в этот день закончилось. Наше хорошее, заботливое со стороны и правительства, и со стороны родителей. Наше детство окончилось. Мы стали сразу взрослыми, повзрослели. На другой день мы собрались в школе, нам сказали, приходите в рабочей одежде, пойдем на поля. Мужчины были призваны в армию, женщины заняли их место. Мы заняли место женщин. Это поля с овощами, которые шли за Тентюково, за орбитой, далеко еще туда. И такие длинные-длинные грядки уходили за горизонт. И я там потеряла сознание от жары. Но никто не подумал меня отправить домой. Я об этом не подумала. Прошли водичкой, дали попить и опять на грядку. И так мы работали все лето. В моих руках книга, которая издана была совсем недавно, в 2013 году, «20 лет поиска». Вот эту книгу издала рабочая редколлегия книги памяти. Дело в том, что Ленинградские и Волховские фронты были самыми кровопролитными. Вот. И они как бы знаковые для нас, для республики Коми. Потому что военнослужащие, мобилизованные нашими военкоматами, они в основном отправляли наших солдатиков на эти фронты. Ну и само собой на Карельский фронт. Вот. И здесь приводится трагическая цифра. Но я думаю, что, видимо, это не окончательная цифра. 5810 наших земляков погибли на Ленинградском и Волховском фронтах. Мы помним, мы гордимся этой победой. И все эти семь десятилетий в стране продолжает свое шествие победный бессмертный полк фронтовиков. Бессмертный полк – это судьбы солдат Великой Отечественной войны. Бессмертный полк – это живая эстафета поколений. История личной семейной памяти. Мой папа родился в глухой деревне Габово, из Холмского района. Прожил там 17 лет. В 1942 году его призвали на войну. Вот он с 1942 года проходил службу, рядов советской армии, воевал на Первом дворусском фронте. Ну вот, участвовал в освобождении Варшавы, взятие Берлина. Закончил войну он в трех километрах от Рейстана. Он настолько скромный, настолько он никогда вообще ни о чем никогда не рассказывал. Мы его впервые узнали, когда просто стали смотреть у него ордена, мы узнали, что он совершил такие героические поступки. Единственным признаком его, его вот такой, вот знаете, вот такой мужа, своей храбрости, которую мы узнали уже просто в документах, это было то, что иногда он говорил, что я ведь резкий. Хотя он был очень спокойный, добродушный, ну, очень скромный человек. Причем, он, вы знаете, жизнь ведь так сложилась, что они ушли на фронт детьми 17 лет. И возвратился он, в принципе, ему было, он же был мужчиной, да, он возвратился через 10 лет. Вот вы представляете, он 10 лет был полностью отстранен, то есть у него не было ни профессии, ничего. Он появился, он уже, ну, зрелый мужчина, можно сказать, да, вот, и очень, конечно, тяжело складывалась жизнь у этих людей. Я знаю, что они бедствовали с ними, потому что струялись, все. Но он настолько, вы знаете, он никогда не жаловался, никогда ничего не просил. Ты сейчас берешь детей 17-летних, можешь вообразить себе, как это вообще люди шли на войну, да. То есть уже была такая мотивация, то есть защита отечества, это, вот, мотив очень важный, очень нужный в то время. Может быть, это, ну, сейчас, я не знаю, наверное, тоже такая мотивация, может быть, да. Ну, вот, видимо, такая была мотивация, что 17-17 лет, причем, видимо, не то, что там скрывался за чьей-то спиной, потому что он служил в разведке, и он совершал действительно такие акты, понимаете. Я читала о нем, это просто, просто героизм. Описывается случай, когда ему орден славы давали. Значит, он заходит в блиндаж, то есть он как разведчик, не то, что там группой, там, они заходили. Он заходит в блиндаж, и буквально нескольких человек он там ликвидирует немцев. Представляете, ну, такие описания такое идут, я просто поражаюсь даже. Товарищ Ладыгин в бою под деревней Адендорф со своим отделением стремительно ворвался в населенный пункт. В уличном бою очистил окраинные деревни от немецких солдат и офицеров, истребив при этом с отделением 12 гитлеровцев. Ходатайствую о награждении товарища Ладыгина. Ордену славы третьей степени. Командир полка майор Чекулаев. Из села Габова на фронт ушли 24 человека. Почти все мужчины этого небольшого населенного пункта, маленькой точки на карте, затерянной в лесах Усть-Куломского района, в 300 километрах от Сыктывкара. 17-18-летние парни, которые родились в тайге, стали отличными стрелками и разведчиками. И теперь, в память о них, бойцы поискового отряда наследия построили часовню, чтобы молитва об этих солдатах звучала вечно. Я сама родом из Усть-Куломского района, знаю коми-язык, могу общаться с жителями. И случилось так, что в деревне Габова не было часовни памятника по общим воинам. И мы, участники гимназии и педагоги, летом июня 2014 года строили часовню. Бессмертный полк – это гражданская инициатива, цель которой – сохранить память о Великой Отечественной войне, о тех, кто боролся за освобождение Родины, о солдатах и офицерах, тружениках тыла, ветеранах труда, узниках концлагерей. В моих руках фотография Чебанова Ивана Ивановича, военврача 2-го ранга и ведущего хирурга Невельской краснознаменной дивизии. Он был призван в армию в 1941 году и демобилизован в 1946. После этого он работал в республиканской больнице. Я знаю, что это были ужасные условия, потому что свистели бомбы, летали пули, и каждый час привозили новых и новых больных, и нужно было оперировать просто в ужасных условиях, потому что не было никакой стерильности. Мой отец был речник, он плавал на буксирных пароходах у села Усь-Кулом, у пристани стоим, сфотографированы вся команда парохода Шексна. Отец Туркин Степан Иванович, А перед ним я стою, между его ног стою я, Туркин Владимир Степанович. Эта фотокарточка как бы подтверждает, что я плавал с ним с детских лет. Его направили на фронт в район Курска. Там он в 43-м году, в сентябре, был ранен. Упал он в госпиталь. Из госпиталя уже сам не мог написать письмо, а друг написал, что он тяжело ранен и контужен. Письмо не писал, потому что сразу попал на передовую, а там, знаете, в Курской дуге сколько людей погибло. Мой отец Ивановский Федор Федорович, уроженец Вологодской области, Кичгородецкого района, деревня Ковтино. В 41-м году ушел на фронт. Я, конечно, была в то время маленькая, мне было всего три года. Единственное, что я помнила, что он меня взял на руки, очень крепко обнял, так как у нас девочки не жили. У нас было 12, у мамы у них детей, и из них только было четверо девочек, остальные были мальчики. Но живых осталась я одна и трое братьев. Ну вот, как говорится, поэтому он очень любил, очень хотел, чтобы я жила. И так вот он ушел, ушел на фронт. Пришло вот когда письмо, два письма, извиняюсь, одно письмо, и мама, ну мать есть мать, она сразу говорит, первое от сына, читайте письмо от сына. Когда только письмо развернули, и там пишется, что он ранен, в госпитале находится, мама говорит, что он жив-жив-жив, все вроде бы, давайте второе письмо читайте. И письмоноска, которая вот это развернула, она говорит, ой, Марфа Федоровна, не знаю, что вам сказать. Ну, я сразу почему-то заплакала. Вот, и в это время она говорит, Федора Федоровича убили. Он, уходя, написал письмо и сказал, что значит это будет последний бой. Если из боя этого я выйду живым, то мне его комиссуют. Так как она инвалид, и маленький ребенок, нас вообще трое, да, но оказалось, что это был последний действительно бой для его жизни. Мы встречалась победа, деревня плакалась. Вот сейчас говорят, что очень радовались этой победе, но у нас из этой деревни вернулось всего четыре мужчины. Поэтому был, не знаете, не только в Костон стоял. Это было страшно, нам детям слышали. Вот, потом начался голод страшный. Для фронта мы очень много готовили картофель, от себя отрывая. Вот, картошечка, если вот такая целая картошечка красивая, вот с боков это срезали, вот это могло, а остальное такими вот красивыми бобочками резали. Напротив, не в русской печи, мы ее сушили. Она вот как зажаривалась, как картофель фри, только это было не в масле. И это все посылалось на фронт. ПЕЧУРКИ ОГОЛЬ «На поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбки твои глаза». Мой отец, Русана Василий Сидорович, он участник, ветеран Великой Отечественной войны. В 17 лет был призван Усть-Куломским райвоенкоматом. И сначала он учился в снайперской школе, в городе Котельники. После этого обучения 75-й стрелковый полк. Он попадает на Северо-Западный фронт, и там он участвует в освобождении сел таких больших областей, как Псковская, Новгородская, Ленинградская, Калининградская области. Там он получает контузию. После выздоровления уже папа попадает на Первый Белорусский фронт. Вот такая у него биография. И здесь уже он попадает под командованием Жукова в Польшу. Это, значит, 6-я ударная армия, 171-я Идреская краснозаменная дивизия, 525-й полк. Здесь, значит, он принимает участие в освобождении таких городов. Варшава, город Познань. И под рекой Обер в Германии папа получает ранение в левое бедро. И снова госпиталь. Снова госпиталь. И уже в госпитале он встречает, под Варшавой, он встречает победу. На фронт попал в 18 лет. Ранен был дважды. Дали вынаграду, его пометали за отлагу. В Калининской области это было. Мы просто группой пошли. Матерь немцы подошли, в окно посмотрели, а там издеваются над нашим военным солдатом. А как раз в спину режут. Вот. Группы бросились и взяли их в плен. Их было пять человек фашистов. Еще хочется мне немножко два слова буквально сказать о нашей маме. Она у нас Русанова Александра Алексеевна. Она у нас труженица тыла. С 17-летней девочкой тоже выучилась в ФЗО. Потом, значит, выучилась на штурмана. Сначала она плавала на грузах в пассажирских судах во время войны простым матросом. Потом была помощником штурвального. Потом штурвальным. Помимо того, что она была штурвальным, они носили очень тяжелые грузы. Такие вот девчушки, молоденькие девчушки, по трапу поднимали 50-килорамовые мешки. Брали по два мешка. Разве кто-то в это сейчас поверит? А это было на самом деле так. Мама нам про это рассказывала. КОНЕЦ Бессмертный полк это история солдата. В колонну бессмертного полка может встать каждый, кто 9 мая придет на парад победы с фотографией или просто на листе бумаги напишет имя фронтовика. Наш отец Липин Андрей Иванович был призван в армию 21 сентября 1941 года. После того, как его привезли в Архангельск, где он проходил учебку, на Белом море в Ягре. Их отвезли на северное подбрежье Кольского полуострова в Нурманскую область. На Ботах. Где у него началась военная жизнь. Определили разведчиком разведроты 31-й отдельно-лыжной стрелковой бригады 14-й армии Карельского фронта. Мы, разбирая их архивы, нашли его воспоминания и как он пишет об своих военных днях. Боевое крещение состоялось в бою с противником на высоте 334 1 мая 42-го года. Враг наступал с горы Лысая. Я был в паре с мужем моей сестры Чалановым Егором Дмитриевичем из деревни Парма Ускломского района который являлся первым номером пылеметчика а я вторым номером. Маленькая Горска человек 70 двое суток удерживала высоту но не сдала ее противнику который значительно превосходил по силам и 4 раза атаковал. У нас было много раненых и погибли хорошие ребята. После двух суток на смену нам пришел батальон а нас из-за распутицу перебили на второй эшелон на правый берег западной лицы. 11 мая отец закончил войну в 100 километрах восточнее Праги. Чехословакия их застала весть об обеде. Утром их построил начальник штаба подполковник Дроздин и объявил о капитуляции Германии. Радость этой победы еще долго будет согревать многие поколения русских людей. А мы дети внуки и правнуки солдат победителей должны сделать все чтобы парады в честь Дня Победы продолжались и наши деды были в строю. Дня Победы Дня Победы